Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Позиция» и я ее ведущий Сырёп Уганян. Сегодня у меня в гостях, точнее не у меня, а в Москве, Владимир Леонидович Шаповалов, политолог российский, с которым мы посредством современных технологий свяжемся. Здравствуйте, Владимир Леонидович! Здравствуйте! Владимир Леонидович, понятное дело, что я буду вас мучить сегодня вопросами о ситуации, которая сложилась на Южном Кавказе, а точнее в Нагорном Карабахе, в Арцахе, в связи с боевыми действиями и вообще с этой ситуацией. Не очень простой. Как вы из Москвы видите развитие событий сейчас? Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Россия является союзником Армении в рамках организации договора о коллективной безопасности. Армения является ближайшим другом и союзником России также в рамках Евразийского экономического союза. И отношения между Россией и Арменией выходят далеко за рамки просто формальных союзных отношений, поскольку это столетие дружбы народов, совместного проживания в рамках единой страны, за рамками единой страны. Но в любом случае у нас в прошлом и в настоящем, естественно, но и в прошлом огромный пласт совместной истории наших народов. Это первая позиция, на которой мне хотелось бы остановиться. Второй момент, то, что Россия поддерживает добрососедские отношения с Азербайджаном, это тоже не далекий от нас совершенно политический субъект. Азербайджан, так же как Россия, является членом Содружества независимого государства. И Азербайджан в длительные периоды времени не просто был соседом России, российского народа, российских народов, но и также мы входили в состав единого государства. И мы считаем, что для России поддержание достаточного уровня, приемлемого уровня добрососедских отношений с Азербайджаном, также является очень важным моментом внешней политики, кавказской политики в целом, в частности. Что касается поэтому, Россия, пожалуй, единственная страна, которая с очень большой озабоченностью, кроме участников конфликта, с очень большой озабоченностью наблюдает и анализирует ту ситуацию, которая складывается на Кавказе, поскольку, к сожалению, это касается не просто близких нам народов, но это касается и России в том числе, поскольку здесь находятся российские рубежи, в России большие общины и армянская, и азербайджанская. Мы связаны единой историей, культурой, гуманитарными связями и экономическими связями в настоящее время. Поэтому никто так не заинтересован в мире на Кавказе, как Россия. К сожалению, это нельзя сказать о других странах, прежде всего о Турции, которая совсем не заинтересована в мире на Кавказе, но, напротив, занимает явно деструктивную позицию и, по сути, играет ключевую роль в развязанном конфликте. Хотелось бы подчеркнуть, что армяно-азербайджанский конфликт, в отличие от множества, от ряда других конфликтов, например, от Приднестровского конфликта, в чем состоит это отличие? Приднестровский конфликт в данном случае хорошая модель, потому что он полярно противоположен армяно-азербайджанскому. Приднестровский конфликт формально не завершен, но кровь не льется, люди не гибнут, и горячая фаза осталась далеко позади в исторической ретроспективе. Чего нельзя сказать об армяно-азербайджанском конфликте, который на протяжении всех трех десятков лет является тлеющим, периодически приводящим к достаточно серьезным боестолкновениям. То есть, фактически, до того, как началась эта фаза обострения, армяно-азербайджанский конфликт можно было охарактеризовать как военный вооруженный конфликт малой интенсивности. Или как латентный вооруженный конфликт, ну, так же можно в такую характеристику дать. То есть, конфликт, который не завершился. Этим армяно-азербайджанский конфликт отличается от многих других конфликтов, в том числе на постсоветском пространстве, и это придает ему особый драматизм. И, конечно, к армяно-азербайджанскому конфликту нужно подходить совершенно иначе в сравнении с другими конфликтами. В силу того, что здесь, по сути, вооруженная часть конфликта, военная составляющая конфликта, она не прекращалась. Не было завершения этого конфликта. И таким образом мы наблюдаем спады и подъемы военного противостояния. К сожалению, это так. Следующий момент, на который мне хотелось бы обратить внимание в этой связи, это то, что, конечно, этот конфликт, так сказать, связан напрямую с двумя предыдущими конфликтами, то есть с тем, который имел место летом 2020-го, и тем, который имел место несколько лет назад. Таким образом, налицо явное обострение, эскалация напряженности, которая произошла в последние 3-4 года и которая является отдельным предметом анализа. И по всей вероятности все-таки мы должны констатировать, что конфликт перешел из относительно мирной фазы к жесткой конфронтационной фазе. Это произошло не сразу, это произошло в течение нескольких, так сказать, приемов. Сначала были конфликты меньшей интенсивности, теперь мы видим уже конфликт, который стал полноценной войной, отдельной войной, которая сейчас ведется. Понятно, цель азербайджанской страны, которая является инициатором этой части конфликта в одностороннем порядке, это совершенно очевидно. И здесь нужно констатировать, что сложился целый ряд обстоятельств, которые привел к эскалации напряженности. Соотношение сил – это первое обстоятельство. То есть за прошедшее время существенно укрепилась азербайджанская армия в силу неравенства экономических потенциалов, возникло неравенство военных потенциалов. Рано или поздно это должно было произойти. И сейчас мы это видим, видим превосходство с азербайджанской страны, вызванное прежде всего тем, что Азербайджан в течение многих лет мог инвестировать в военную сферу существенно больше, чем Армения. Еще одним фактором, который, как мне кажется, существенным образом повлиял на этот конфликт, и мне кажется, что этот фактор является определяющим, это, конечно, турецкая провокация, позиция Турции. И вот на этом мне хотелось бы, если позволите, остановиться немножко подробнее. Мы видим, что Турция коренным образом меняет геополитическое пространство восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Можно это назвать идеей нео-османизма, то есть возрождение Османской империи. Можно рассматривать как новый гегемонистский курс, стратегию Анкары, но факт остается фактом. Турция в настоящий момент полностью пересмотрела свою внешнюю политику. Она стала агрессивной, она стала наступательной, экспансионисткой, причем по всем фронтам. Фактически со всеми своими соседями у Турции есть те или иные конфликты. Есть целый ряд территорий, на которых Турция ведет либо активные военные действия, либо ведет военные действия по типу прокси-войны, либо гибридную войну. Это Иракский Курдистан, это Сирия, это Ливия, это ситуация, которая возникла в Восточном Средиземноморье, острый конфликт между Турцией, с одной стороны Кипром, Грецией, поддерживающей их Францию, и с другой стороны. Особо необходимо отметить перепозиционирование на Ближнем Востоке, произошедшее в последние десятилетия. Турция из другой страны, которая была форпостом Соединенных Штатов в регионе, превращается в достаточной степени самостоятельного игрока и вступает в конфликт с Израилем, с одной стороны, с Саудовской Аравией, с другой стороны. Особенно хотелось бы обратить внимание на конфликт, который имеет место с Саудовской Аравией, в который вовлечена Турция, и следствием которого является, например, размещение турецких войск в Катаре. То есть, на лицо стремление занять прямо или косвенно те территории, которыми обладала Османская империя в XIX веке, например, в XIX веке или в XVIII веке. А насколько далеко зайдет эта амбициозная политика, наступательная политика Турции, сказать сложно, но очевидно, что именно турецкие провокации привели к тому, что конфликт случился в данный момент, в данном месте. Хотел бы обратить внимание на практически прямое заявление о своих намерениях Турции на Генассамблее Организации Объединенных Наций, которая состоялась, как известно, прямо накануне конфликта в Карабахе. И хотел бы обратить внимание на тот лозунг, слоган, с которым Турция вышла на внешнюю арену сейчас, в настоящее время. Мир больше пяти. Пять, естественно, это пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН. Иными словами, Турция претендует на то, чтобы быть шестым, на то, чтобы ни много ни мало, на то, чтобы занять место одной из ведущих стран мира и всячески подкрепляет свои претензии, в том числе военными акциями, демонстрациями и декларациями. И, конечно, в данном случае турецкое воздействие на начало этого конфликта и на его продолжение огромное. Зачем это нужно Турции? Прежде всего, естественно, Турция в качестве задачи максимума ставит контроль над Кавказом в той или иной степени. В настоящий момент только Армения является субъектом, который, по сути, препятствует установлению прямого контроля над Южным Кавказом, потому что и Азербайджан, и Грузия в той или иной степени являются протурецкими. Но здесь, помимо прямого или посленного контроля, есть еще одно обстоятельство. Фактически открывали новый фронт. Турция наносит существенный удар по позициям России, поскольку фактически растягивает фронт противостояния и усложняет диалог России с Турцией, поскольку получает еще один козырь в свои руки. До этого момента у России была в достаточной степени выигрышная позиция, так сказать, диалога с Турцией, позиция страны, которая освободила Сирию от террористов. И, соответственно, с этой позиции Россия могла навязать в определенном смысле свои условия и свою волю Турции и заставить Турцию считаться с Россией в Северной Сирии. И таким образом постепенно Россия отодвигала, так сказать, смиряла амбиции Турции в Сирии, отодвигала сирийские, турецкие позиции, турецкие интересы к турецким границам. Турция нанесла, по сути, контрудар, спровоцировала армяно-азербайджанский конфликт, поскольку открыла линию конфликта на новой территории и создала сильную позицию в переговорном процессе с Россией. Ну и, кстати, с Западом в том числе. И вот этот момент, он для России особенно серьезен, поскольку Турция рвется в последники в армяно-азербайджанском конфликте и по факту уже является стороной, с которой Россия ведет активный диалог. То есть Турция навязала России этот диалог в той точке, в которой Россия не собиралась вести диалог с Турцией, потому что Россия не рассматривала Турцию в качестве актера кавказской политики. Владимир Леонидович, вот такой вот вопрос. Очень интересный по анализу у вас, по ситуации. Но в самом начале вы сказали, да, Армения союзник, а Азербайджан давно вместе и так далее, и так далее. И экономические интересы, само собой разумеется, политические какие-то интересы. Но Азербайджан вместе с Турцией фактически показал, что Минская группа не указ. Российская инициатива не указ по перемирию. Франция не указ, Америка тоже. Они вместе делают то, что делают, и в принципе чихать хотели на всех. Как долго Россия будет выдерживать вот эту вот позицию, а давайте мы и здесь, и здесь, а не нанесет тот самый удар по Турции в первую очередь, потому что и здесь в Армении все согласны с тем, что без Турции Азербайджан вряд ли бы начал этот конфликт, эту войну. А Россия фактически начинает играть, как вы уже сказали, в ту игру, которую навязывает Турция. Зачем ей это? И почему бы сейчас не нанести тот самый удар, о котором вы говорите? Потому что удары по базам террористов Сирии могут повториться и по базам террористов на территории сейчас Азербайджана, потому что практически все уже сказали о том, что в Азербайджане находится много сирийских террористов и Сирии, ну и панкотрольных Турции. Ну и Армения уже и показала как минимум двоих из них. Ну, на самом деле, важный вопрос, и по сути, самый важный вопрос в российско-армянских отношениях вы сейчас задаете. Хочу обозначить, естественно, свое ведение, свою позицию, подчеркиваю, это неофициальная позиция российского государства, ни в коей степени, потому что я неуполномочен выступать от имени Российской Федерации. Я излагаю эту ситуацию с точки зрения своего представления. Так вот, с точки зрения этого представления, Россия находится в чрезвычайно сложной ситуации. Да, естественно, первый момент, который, мне кажется, очевиден, а тут его бессмысленно обсуждать. Потому что все необходимые декларации по этому поводу прозвучали, Россия в случае нанесения удара, акта агрессии по территории Армении, признанной территорией Армении, конечно, применит силу и вступит в конфликт, выполняя свои обязательства перед Арменией. То есть здесь эта позиция, она является безусловной, и она не подлежит какой-то корректировке тому или иному прочтению. Она достаточно четко артикулирована всеми российскими акторами, которые могут это делать, начиная от президента и завершая министра страны дела. Я думаю, что этот вопрос, он, в принципе, не нуждается в дальнейших комментариях и может быть закрыт. Все остальное, это вопрос, так сказать, политического маневрирования тех или иных государств, в том числе России, и возможности для маневра у нас в настоящий момент существенно ограничены. С одной стороны, Россия не считает для себя целесообразным входить в прямое военное столкновение с Турцией. Не потому, что мы боимся Турцию, а потому, что это то лучшее, что мы можем, тот самый большой подарок, который мы можем дать Западу. Большим подарком может быть только прямая военная с Китаем, Россией. Это понятно, что война России и Турции, ну, наверное, это все-таки самый крайний сценарий. Причем, заметьте, что были, на самом деле, прецеденты, которые можно рассматривать, как казусбили. Это и сбитый самолет российский, и тем более, тем более убитый посол. Ну, согласитесь, что куда уж более, так сказать, повод для военных действий, чем убийство посла суверенного государства. Тем не менее, Россия воздержалась от прямого военного удара по Турции. Не потому, что мы боимся Турции, как некоторые пишут эксперты, что Турция сильна, Россия слаба. Ну, конечно, это абсолютно бессмысленные рассуждения. Конечно, нет, но для России здесь Турция важна, не как важно то, чтобы Турция не была откровенным врагом. Россия все-таки пытается играть на нескольких досках, и мы помним, что Астанинский фарват, худо или бедно, плохой, хороший, со скрипом, с многими провокациями, с большим количеством шероховатостей, тем не менее, он заработал, он создал некую новую реальность на Ближнем Востоке, Россия, Турция, Иран. Совершенно новая реальность, которая... Ну, и, кстати, вспомните о том, что какую помощь Россия оказала Эрдогану в момент, когда Соединенные Штаты попытались его сверху. Очень жаль. Я могу сказать только очень жаль. Это очевидно. Я не веду речь здесь о экономическом и военно-техническом сотрудничестве, то есть турецкий поток, атомная станция, туризм, помидоры и так далее. Все это важные аспекты, но для России экономическое сотрудничество с Турцией не является ключевым элементом нашей системы координат. Хорошо, если у нас есть такой большой рынок, такой хороший экономический партнер, но если он схлопнется, этот рынок, мы обойдемся без него достаточно легко. Это не тот вопрос, по которому стоит занимать принципиальную позицию. А вот позиция, при которой Россия может, так сказать, маневрируя между Западом, Турцией, Саудовской Аравией, Ираном, вести свою политику, при которой в тех точках, где возможен, так сказать, ну если не совпадение интересов, то во всяком случае компромиссная позиция, диалог, этот диалог выстраиваясь, вот собственно та политика, которую Россия вела до последнего времени, подчеркиваю, до армяно-азербайджанского конфликта эта политика была достаточно успешной. При всем при том, более того, она была, в общем-то, я бы сказал, наступательной со стороны России, потому что несмотря на провокации со стороны Турции, несмотря на серьезное недовольство со стороны Ердогана, тем не менее, все-таки здесь, так сказать, оркестром дирижировала Россия, а не Турция в этой ситуации, ну и, в общем-то, я думаю, что в некотором смысле мы надеемся на то, что, может быть, эту ситуацию удастся удержать под контролем. Что касается, поэтому есть интерес в том, чтобы не делать из Турции откровенного врага. Владимир Леонидович, вот здесь, простите, что перебиваю, вот здесь вот вы и сказали, Россия-то пытается делать, не делать из Турции врага, но Турция опять-таки делает все, чтобы показать, что она здесь игрок и Россия это сейчас просто мешающая помеха. Во-первых, повторю, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, которая переросла в полномасштабную войну и в результате которой Алиев фактически лишился власти, потому что вместо него говорит Эрдоган. Эрдоган, подписывая определенные соглашения с Украиной, откровенно заявляет о том, что по Крыму у них позиция однозначная и даже больше, чем однозначная. Крым вообще-то турецкий, а не столько украинский или там российский. То есть Турция идет на этот конфликт. Она идет на этот конфликт специально, вынуждая Россию в него влезть. Или же она играет на тоненького, зная, что Россия на это не пойдет, и здесь они типа покажут свою силу. Ну здесь, смотрите, российско-турецкие отношения нужно рассматривать в контексте отношений Турции с другими странами. Усиливается конфликт Турции с Западом, причем с Европой и с Америкой, это две разные истории. Более того, хочу подчеркнуть, что как мне представляется, позиция Запада выпихнуть Турцию на Кавказ. Прежде всего, позиция Франции, которая завязывалась с Турцией в конфликте в Восточном Средиземноморье. И, конечно, для Франции будет очень хорошо, если Турция нападет не на Францию, а на Россию. Или Россия вступит в военные действия с Турцией. То есть тут как минимум три, а то и четыре игрока. Причем позиция Турции в какой-то степени аналогична позиции Германии начала 30-х. То есть с одной стороны есть Запад, но, конечно, несопоставимо. Нельзя сравнивать современный потенциал Турции и потенциал фашистской Германии, нельзя сравнивать идеологии, все-таки они разные. Но, тем не менее, если мы рассматриваем геополитику, такая аналогия, она есть. Потому что, с одной стороны, есть Запад, который хочет, чтобы Турция увязла на Кавказе, где-то в большей степени, может быть, даже через Украину полезла на Россию, но не затрагивала интересы западных стран, прежде всего Франции и Восточном Средиземноморье. Такая политика Мюнхена, Мюнхенского сговора. С другой стороны, есть Россия, которые тоже, ну, в общем-то, давайте уж будем честными, более выгодно, если Турция будет иметь более-менее нормальные отношения с Россией, но все-таки мы наблюдаем за тем конфликтом, который разворачивается между Турцией и Западом. С учетом понимания того, что рано или поздно Запад, конечно, перейдет к технологиям мягкой силы и, так сказать, последует новая попытка переворота и свержения Эрдогана. То, что это произойдет в обозримой перспективе, это совершенно очевидно. Никаких нет оснований считать, что попытка государственного переворота, которая была несколько лет назад, не повторится еще раз, тем более с учетом той непростой внутриполитической ситуации, в которой находится Эрдоган, с учетом большого количества групп интересов, политических групп, которые выступают против него внутри турецкого общества. Кстати, этим объясняется, вы спросили, что в основе политики Эрдогана. Этим объясняется его, в том числе, его радикализация дальнейшая, потому что он пытается, так сказать, маневрировать во внутриполитической ситуации, укрепить свои позиции путем консолидации вокруг себя значительной части турецкого общества на фоне создания образа врага из других стран, в том числе из России, Армении и так далее. То есть это, в том числе, внутриполитический маневр для того, чтобы усилить свою группу поддержки в турецком обществе. Здесь достаточно сложное переплетение обстоятельств. Я все-таки хочу вернуться на Кавказ к Армении и Азербайджану, потому что достаточно много уже обсуждали Турцию. И что касается позиции России в отношении Азербайджана и в отношении Кавказа в целом, все-таки я думаю, что для России идеальным сценарием был бы сценарий мира на Кавказе, при котором отношения России с Азербайджаном, так же, как, впрочем, и с другими кавказскими странами, с той же Грузией, но с Грузией это невозможно в настоящее время, поддерживались на определенном приемлемом уровне, позитивном, поскольку для России Кавказ в целом представляет собой очень важный регион, сферу влияния. И для России здесь переход в позицию враждебную одной из сторон, естественно, эта сторона, это Азербайджан, в данном случае имеет достаточно серьезные издержки, поскольку это ситуация длительной конфронтации с учетом того, что, соответственно, Азербайджан будет поддержан не только Турцией, это очевидно, но и Западом, что также очевидно, поскольку здесь повторится ровно та же самая ситуация, которая имела место в период революции и гражданской войны, то есть Кавказ станет сферой приложения интересов не только Турции, но и Антанты, то есть в данном случае Запада. Я понимаю, Владимир Леонидович, я отлично понимаю то, что вы говорите, но может быть я смотрю на это примитивно, потому что нахожусь в Армении, но мне кажется, что вот эта игра, как многие в России, например, обвиняют другие страны в многовекторность, с точки зрения России тоже может привести к катастрофическим последствиям, в первую очередь для России, потому что можно потерять все и вся. Просто смотрите, какая ситуация сложилась. Вы отлично понимаете, что Арцах в составе Азербайджана не будет, то есть это как бы позиция железобетонная, армянское население Арцаха не будет жить в составе Азербайджана. Азербайджан считает, что не может по-другому быть иначе, кроме как, чтобы Арцах, Нагорный Карабах, был в составе Азербайджана. Абсолютно несовместимые две позиции. Как эти позиции должны быть решены, на ваш взгляд, как их можно совместить, можно ли вообще, и как в этой ситуации должна себя вести Россия. С одной стороны, экономические интересы плюс нежелание иметь на Северном Кавказе, по границе Северного Кавказа, вражеское государство. С другой стороны, Армения, у которой, ну, с этим государством, мягко говоря, отношения не очень. Я думаю, что после этой войны говорить о налаживании каких-то контактов будет очень и очень сложно. Первое. Что нужно делать? Знаете, мне, конечно, показалась очень интересной позиция Корана Георгиевича Шахназарова, который ответил, что восстановить Советский Союз. И в Советском Союзе Армения и Азербайджан найдут свое место. Я бы сказал, что при всей фантастичности этого предложения, и при том, что мы помним, что конфликт начался в Советском Союзе, в Советском Союзе, да, это был кризис Советского Союза, но все-таки конфликт начался, когда еще Советский Союз существовал, и обмене Азербайджана как суверенных субъектов не существовало. Тем не менее, конфликт уже начался, то есть наличие Советского Союза не стало гарантией от конфликта. Тем не менее, вот если заняться каким-то прогнозом будущего, то я уверен, что позитивное будущее Далекавказа не сейчас однозначно, не сейчас, не в настоящее время, не в данный момент и даже, наверное, не в данное десятилетие, это Евразийский Союз, уже, наверное, он не будет экономическим, который будет иметь конфедеративную основу и в которой в качестве отдельных субъектов, безусловно, должны войти и Грузия, и Армения, и Азербайджан, и Абхазия, и Южная Осетия, и Арцах. Вот в таком ряду, я подчеркиваю, я не веду речь о формально политическом статусе Арцаха в данном случае, но я имею в виду, что, конечно, я вижу только один вариант позитивного будущего, это будущее объединение вокруг России всех кавказских народов, всех кавказских народов без исключения. До этого будущего, сейчас очень далеко, поскольку конфликт в самом разгаре и, собственно, нет никакого ощущения того, что этот конфликт прекратится. Сейчас, в настоящий момент, я думаю, что возможно две стратегии, вернее, две части одной и той же стратегии России, которая создает тот коридор возможностей, который есть в настоящее время. Это первое, все-таки, задействовав весь, все ресурсы, так сказать, политического влияния России, добиться настоящего перемирия. Перемирие было сорвано, мы знаем, и не одно, а даже три, но все-таки добиться настоящего перемирия, при котором военные действия прекратятся. Это программа минимум, и она является в данном случае очевидной. После чего все-таки возобновить переговорный процесс. Я не уверен, что минский формат является оптимальным с учетом той позиции, которой занимают США и Франция. В то же самое время, понятно, что формат, при котором одним из переговорщиков является Турция, неприемлемый. Это очевидно. Собственно, это та цель, которую Турция преследует. Влезть в этот формат и стать одной из сторон переговорного процесса. Очевидно, что для, поэтому при всей слабости минского формата, все-таки, очевидно, за основу должен быть положен минский формат, ныне существующий. Есть база, которую мы знаем. Это Мадридская, это Казанские переговоры, которые можно расширять и, соответственно, продлевать. Но единственное, что это может произойти только после того, как, само собой разумеется, как прекратится боестолкновение. Если боестолкновение... Да, одновременно Россия, конечно, должна, с моей точки зрения, интенсифицировать воздействие на Турцию. Это воздействие, несмотря на то, что Турция достаточно сложный партнер для переговоров, тем не менее, это воздействие возможно не только нанесением ударов по базам террористов в Сирии. Но, кстати, эти удары, я уверен, они тоже играют существенную роль. Есть множество точек соприкосновения, в том числе в экономической сфере, в том числе в иных сферах, в которых Турция может быть в достаточной степени уязвима в отношении с Россией. И очевидно, что эти ресурсы, не военные ресурсы, или частично военные ресурсы, как ресурсы подавления баз боевиков в Сирии, они должны быть задействованы в полной мере со стороны России. Это очевидно в такой степени, в какой возможно оказать воздействие без прямого конфликта на Турцию. И я думаю, что это давление на Турцию в этом направлении будет интенсифицироваться. Владимир Леонидович, спасибо большое. Спасибо большое за беседу. Ну, так скажу, достаточно осторожный у вас анализ всей ситуации, достаточно осторожный, я понимаю, с точки зрения россиянина, не навредить, во-первых. Во-вторых, ну, не начать полномасштабную войну с Турцией, которая может привести к общей катастрофе. Хотя, с другой стороны, нам-то здесь понятно, что Турция на попятную вместе с Азербайджаном не пойдут. Нам уже здесь понятно, что они вместе будут пытаться этот вопрос решить военным путем и вытеснить оттуда армянское население, то есть провести этническую зачистку. Удастся ли им это? Честно говоря, сомневаюсь, потому что для этого надо будет положить последнего армянина на планете, чтобы этот вопрос был для них решен. Конечно, Россия не допустит ситуации, при которой Армения будет нести серьезные потери здесь. И, конечно, в данной ситуации хочу подчеркнуть, что очень важным аргументом является все-таки политико-правовой статус Арцавка. И здесь необходима интенсификация переговоров в этой связи, поскольку все-таки есть позиция, в том числе и армянской страны, о непризнании Арцаха. Это один из, кстати, так же, как у России с Донецкой республикой. Вот ровным счетом такая же ситуация, между прочим. Ну, признание Армении и Арцаха – это автоматическое закрытие минской группы, потому что весь вопрос минской группы, лично для Армении, состоит в том, какой статус будет определен для Арцаха. Если же Армения его признает, то минская группа теряет весь свой смысл. Поэтому, наверное, и Россия не признает, и Франция, и все остальные. Хотя, мне так кажется, что и в Москве, и в Париже руки очень чешутся, чтобы признать Арцах независимым государством. Да, безусловно, это так. Но вот мы видим в данной ситуации, что политико-правовые основания, они также играют все-таки определенную роль в этом конфликте и сужают возможности для маневра и Армении, и России в данной ситуации. И, конечно, здесь необходима перспектива, связанная с определением статуса Арцаха, который сейчас, в общем-то, отсутствует. Вы знаете, вот сейчас сказали, и ко мне пришла аналогия такая на мысль, вернее, простите, повторю. Вот вы сказали эту фразу по поводу маневра Армении и России, и тут же такая аналогия у меня появилась. Это как добропорядочные, законопослушные граждане сталкиваются с хулиганами, у которых есть оружие, и их добропорядочность не позволяет просто забить там этих хулиганов, потому что, ну, мы вот в рамках закона, а те, наоборот, им как бы начихать на все, и фосфорные бомбы летят, и бомбятся Шуши, Степанакер, другие мирные города Арцаха. Перемирие, да, конечно, мы вроде бы согласны, но война продолжается, и у меня уже возникает ощущение, что Армении это перемирие вот на сегодняшний день уже не нужно. Наоборот, мне нам такое ощущение складывается, что нам просто сейчас надо перетерпеть и просто отбросить врага вместе со своими террористами на исходные позиции, а может и дальше. Хочу в заключение пожелать мира и добра армянскому народу, и поверьте, что мы в России очень внимательно смотрим за ситуацией, очень все переживаем. Огромное вам спасибо, я в этом вообще не сомневаюсь, огромное количество людей, которые звонят, пишут, интересуются, вот приходят к нам на передачи, говорят много добрых слов. Конечно же, мы за то, чтобы как можно быстрее закончилась война, и чтобы наши дети все вернулись домой живыми и здоровыми. Вам еще раз спасибо, Владимир Владимирович, надеюсь на не одну еще с вами встречу и интересный разговор. Да, да. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Ну что ж, такова позиция не только политолога Владимира Леонидовича Шаповалова, а многих российских политологов и вообще не только в России. Все говорят о том, что нужно остановить войну, нужно как-то попытаться не воевать с Турцией, нужно как-то оставить отношения и с Азербайджаном нормальные. Но получится ли, хотят ли этого Азербайджан и Турция, вот в чем вопрос. Лично мне, как и наверняка всем тем, кто живет в Армении и в Арцахе, очевидно, что ни Турция, ни Азербайджан мира не хотят. Они хотят одного, они хотят очистить Арцах от армян, они хотят уничтожить все, что связано с армянами в этом регионе. Они хотят окончательно решить армянский вопрос, ну по-турецки, то есть уничтожить всех нас. Могу сказать одно, не получится, не получится. И то, что я говорил в процессе эфира, еще раз повторю. Навряд ли перемирие нужно сейчас и нам. Нам сейчас нужно перетерпеть, переждать, а потом нанести такой удар, чтобы сами прибежали, как в 1994 году просили о перемирии. Ну а мы будем требовать уже не перемирия, а мира на наших условиях. Такова наша позиция. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok